Реструктуризация предполагает изменение условий кредитного договора. Если, допустим, вы оформляли кредитный договор сроком на 5 лет под 15% годовых, и ежемесячный платеж у вас составлял, допустим, 20 тысяч рублей, у вас изменились жизненные обстоятельства, вы потеряли работу, получили инвалидность, ушли в декретный отпуск, доход вас изменился в сторону снижения, и вы понимаете, что не сможете обслуживать данный кредит и оплачивать ежемесячные платежи в размере 20 тысяч рублей, вы можете обратиться к своему кредитору и попросить реструктуризацию, то есть изменение условий кредитного договора. Кредитор вам увеличит, скорее всего, срок кредитования, возможно, снизит процентную ставку, если вы предоставите соответствующие документы, и ваши финансовые обязательства будут снижены, станут для вас более приемлемыми. Нужно сказать, что в последнее время банки очень часто идут навстречу клиенту, чтобы не допустить его дефолт, и клиент был при этом лоялен и оставался в хороших взаимоотношениях с банком, потому что необходимо иногда взять передышку и получить вот эту возможность изменения условий кредитного договора. Очень часто пользуются люди кредитными каникулами, то есть когда кредитор вообще предоставляет передышку, так называемый спасательный круг, период, в течение которого вы не обслуживаете свой долг, не платите ни основной долг, ни проценты. Причем по собственным программам банки сегодня большую часть реструктурируют своих кредитов. Необходимо также обратить внимание, что реструктуризация не ухудшает условия кредитного договора, и в кредитной истории негативно она не отражается. Но о любой реструктуризации изменение бюро кредитных историй кредитор направляет. Также на рынке существует такой финансовый инструмент, как рефинансирование. Это когда заемщик может улучшить свои условия кредитования, ввиду того, что он может взять кредит в этом же банке или в другом банке, для того, чтобы покрыть уже имеющиеся обязательства и в дальнейшем кредитоваться по более выгодным условиям, например, по более низкой процентной ставке. Если у вас есть кредиты в одном банке, автокредиты, потреб, кредиты ипотека, то вы можете взять кредит один и погасить сразу несколько кредитов автокредит и потребительский кредит в этом же банке или в другом банке под более низкий процент.